Привет всем! Мы уже почти подходим к финишу своей роты. Так воняет чем-то горелым. Жара та же, но я уже сегодня не укулюченная. Я в своем красном пальто говорю, пипец совсем. В костюме жилетку а дело так для вида. Но оно, блин, совершенно здесь лишнее. Иду сейчас и возмущаюсь. Все-таки, представляете, женщина мне встретилась. Она шла туда к пляжу и собака вот там вот внутри внизу. Я не знаю, то ли это ли ее белая такая хорошая собака. Видно, упала, а как тут ей подняться? Теперь нужно до самого пляжа идти, чтобы она могла выйти. Женщина, у нее одна собака, значит, вот тут бегала, и мой пальцы тут. Другая побольше бегала внизу вон-то. То ли ее, то ли не ее. Фиг его знает. В общем, эти две собаки как бы переговаривались между собой. Лаяла одна над другую. Таким образом вот она шла туда, в сторону пляжа. Не знаю. Вот ни одной лестницы здесь нет на этой рамбле. Это сток. Ни одной лестницы. Вот знаете, лестницы железные. Даже очки запотевают. От такой жары у меня очки запотевают. Вот так вот моя бру рыкнется. И чё? И как? Как доставать? Никак. Сама, блин, тоже туда прыгну. Вот. И позвоню всяким пожарным и всем на свете. Пускай меня вытаскивают. Еще единую эту, узнаю. На них напишу заяву, чтобы они мне штраф и моральный ущерб выплачивали. Правда, ни одной лестницы на протяжении всей вот этой вот штуки. Это типа сток с горы, когда дождь сильно идет. То есть чтобы все это не в город пошло, а вот по этим вот таким стокам. Тут ни одной лестницы. Вот сколько я хожу, ни одной. Железные. Вот я знаю, видел, по-моему, такие где-то на бортике делали. Здесь же нет. Странно все это очень. Вот. Сегодня последний день такого жары. Скажем так, завтра уже передают похолодание и дождь. А на субботу вообще всего 9 градусов. Представляете? То есть у нас сейчас 25, а в субботу будет 9. Жалко. Что-то мне холодно неохота. Опять дома морозильник будет. Блин. Ну да ладно, это зима все-таки. Сейчас пойду за лаком. Лак покупать на работу. Мне сегодня опять уже с утра звонили. Буду ли я открываться? Замучили. Что не видно? Если у меня нет 9, то я уже не буду. Откуда открываться? Чудные. Фу. Воняет собачьими. Пипи. Так что вот так иду домой. Ветки какие-то вытаскивают. Зачем они ему нужны? Костер сжечь. Рынок попала. Вот почему у них такие халат? Интересно. Почему они халатики? 10 евро. Но неплохие. Смотрите. Вот видите, тут у нас все есть. Пледы. Золото. Золото. Труселя. Носочки. Тапочки. В принципе, все как и на том рынке, который был в субботу. Ой, когда вторник. Что-то они уже собираются, что что-то рановато. Шарфики. О, халат 8 евро. Смотрите. 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 О, гляньте, классный. Ммм. Симпотный. Так что вот так иду за красками покупать. Здесь, когда День королей, принято есть вот этот вот как рогалик. Он там с кремом внутри. Есть вот поменьше. А внутри там всякие фигурки тебе могут попасться. И вот в зависимости, что тебе попадется. Там, допустим, есть фасолинка. Типа год будет не такой и не сякой. Есть король. То есть, ну это понятно, королем будешь. Что там еще это есть? Ну там разные всякие фигурки. Вот я думаю, может купить себе такой один. Ну, ну знаете, вот это, по-моему, с этой. Со сливками взбитыми. Я не люблю сливки взбитые. Вот видите, это типа белен вот такой красивый. Вообще хлебная, булочная. Классная. Выглядит, конечно, вкусно. К нам просто родственники придут за подарками. И надо чем-то их угощать. Я всегда блинчики пеку. А я думаю, что он мучится взять вот эти вот штуки. Все. Да? Классно же ведь и вкусно. А вот и смотрите сколько. Ой, а это вообще какой-то это. Интересный, вкусный. Интересный. Так, ладно, мне за лаком надо идти. Смотрите, я тут гуляю себе гуляю. Тут, по-моему, кукольный театр для ребятишек делают. Садятся вот ребятишки. Смотрите. Смотрите, интересненько. Смотрите. Кукольный театр. Смотрите, как интересно. Вон там вон. Вон там мой бухгалтер ходит. Ай, вон, гляньте, летает мышка там какая-то. Птичка. Прикольно. Типа лес, что ли. Так, что вот так вот все для ребятишек. Все, а я иду в магазин, пойду сейчас за творожком схожу. Смотрите, как интересно. А вот тут у нас центр для пенсионеров. Туда они все ходят. Пенсионеры там в домино играют. Во всякие игры. Что это у него такое? Пенсионерские игры всякие. В карты они там играют. Ой. Место его знал. Э, не смог забраться. Мы ему помешали. Тут у нас был детский садик, а его закрыли. Наверное, детей не было достаточно. А вот тут я вас вчера водила. В общем, иду я за творожком. Ой, смотрите, я когда уходила, Чарли оставляла чучу. Он его не съел. Я сейчас пришла, он ее сразу есть пошел. Да, мой мальчик, без мамы не хочет не кушать. Да. Не кушать хочет. А я думаю, куда он убежал такой? Он ее чучу есть убежал. Я ему перед выходом такая говорю, на тебе, чтоб тебе скучно не было. Он ее положил там и не стал есть. Вот как его оставить одного, а? Когда мы что-ли поедем куда-нибудь. В голоду на хрен подохнет. Я зашла в Калифур, купила себе вот такой хлеб цельнозерновой. И думала, я всю дорогу думала, что бы мне завтра поесть. Захожу в Калифур у нас, и там продается гамбургер. И два за одно. Представляете, я вот эти две штуки купила за 3,50. То есть, тут сколько? Тут полкило, там килограмм за 3,50 гамбургер. Завтра буду делать. И вот такой творог, я его обожаю. Он самый вкусный, он не жирный. Видите, там 0% жира. И очень вкусный. Так что вот, у меня тут хлеб есть вот такой вот, который несколько калорийный. Я просто вспомнила. Вот, смотрите, вот сколько у меня еще. Я только одну съела. И сделаю, наверное, у меня там кино есть. Короче, завтра же я работаю. Поэтому надо что-то думать, чтобы и быстро, и вкусно, и полезно. Кстати, это гамбургеры, а не это, куриные. Из курицы. И они сами делают там прям мясо. То есть, курицу где-то в мясорубку. И сами ее делают. У меня тут машинка почти постиралась. А еще я вчера сделала, знаете, что на вечер. Думаю, сегодня так вы не знаете, что я буду есть. Я, короче, вчера думала. У меня много там селедка осталось, все дела. И я думаю, сварить картошечку и доесть эту селедку, мясо. И потом говорю, ну тогда уж и морковку по-корейски. С фунчозой, с грибами китайскими, со всеми делами. Вот. А так как в морковку, корейску, нужен только масло от обжаренного лука, лук всегда остается у меня, вот видите. Я знаете, что я сейчас с ним сделаю? Я туда покрошу яйца, разобью штуки три, наверное, четыре. И будет у меня такая тортия до сего я, то есть лук из лука, омлет из лука. Это вот как типа тортия де патата, вот только делают это. Потому что картошку обжарить нет. И муж у меня такую тортию обожает. Поэтому все у меня схвачено, за все заплачено. Но морковка там, она такая вкусная вообще, смотрите, какая она. Какая она вкусняцкая. Купила я вот эту вот, Валя, вот эту штуку. Вот эту. Резалка типа для морковки, ее надо даже, она вообще не годится. Она нифига не режет. Фигня какая-то, знаете. Вот сколько это. У меня есть такая специальная терка, я в Лидоле тоже покупала. Сейчас покажу. Вот такая терка. Я всегда на ней тру. Очень хорошо морковка трется. Вообще суперски вот эти вот штуки. И прям морковка на ура. Одеваю свою вот эту перчатку. А, еще кое-что купила. Одеваю свою перчатку, которая не режется. И... И давайте лить. Иди сюда, мой маленький. Мою рыбку. Ты без мамы не кусаешь, да? Ты съел чуть-чуть. Мы с ним полем. Ты без мамы не кусаешь, да? Ты не хочешь без мамы, да? Ты не хочешь без мамы, да? Ты не хочешь без мамы, да? У нас часы нежности такие. Ух. За целую тебя, за целую мою сладкую рыбку. Ух. Ой, как люблю, не мама. Ух. 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 В общем сейчас разденусь и покажу вам кое-что, что я еще приобрела. В общем когда я дома, сережки я забыла одевать. потом иду в чарли забываю одевать сережки я купила себе сережки из этого простые сережки у меня болят уши от серебра и золото не болят ну золото не знаю золото как мне сейчас не нравится а серебряные вот такие обычные купила не хочет фокусироваться вот видите какие обычные с камушком вот чтобы они мне не мешались и все дела сейчас померяю ну вот обычные такие чтобы они мне не мешались но чтоб чё тут главное сережка смотрит куда-то вверх а это вниз уж какие-то разные народу везде все покупают подарки эти короли не проломиться нигде уже ужас кстати они недорогие как бы это дешево сердитос мы тут шарли вышли прогуляться на улице полно народу время же темно в принципе тепло но я так утеплилась на всякие пожарные и вдруг холодно но нас нифига не холодно поэтому ну не жарко скажем так завтра вообще обещают уже похолодание люди все как говорится завтра же день трех королей завтра у нас едут там всякие эти наряженные ну посмотрим если конечно меня за работу не загружусь потому что завтра пятница вообще не знаю может нифига никого и не будет фиг его знает в общем поживем увидим всех спрашиваю во сколько они начнут ну это как выступление да по улицам никто не знает вообще пипец какой-то я не помню в прошлом году во сколько это было у нас просто прямо под нашими баркон на наши улицы под нашим балконам все это происходит как бы то есть если я слишком сильно до заработаю что потом хрен про и проедешь потому что улицы будут все перекрыты ну да ладно завтра поживем увидим чего там и как смотрите вот это у нас порт видите елка сгорит у нас горит и не горит горит и не горит а это по моему это погружает на корабль вот этот погрузчик а это вот елочка такая красивая в порту а это мне васап пришел так что вот так вот елочка гори и темноты стреляют все чарли блин идет и боится идет называется гуляет идет там сзади и просит чтобы я его на руки взяла прям вот чё стрелять вот чё стрелять петарды эти должны были уже запретить бы не гуляния муки какие-то для чарли моего по крайней мере вот тут зашли непонятно куда в общем сейчас уже домой пойдем наверно меня нифига не видно чего говорю я тут масочки херасочки делаю чтобы красивый быть завтра же все таки на работу как на праздник блин так неохота ну что делать четыре дня так пролетели быстро ну да ладно вот к чему это я буду с вами прощаться до завтра завтра уже встретимся на рабочем месте всем пока пока